камера видеонаблюдения с алиэкспресс давно не было у меня на канале видео обзоров камер с приложением туя умный дом туя многие знают многие пользуются там также есть возможность подключать камеры и такую мини систему видеонаблюдения делать вот так приходит от магазина ссылку я оставляю сразу в описании под видео и данная камера будет продаваться уже в украине после вот этого вот видео обзора по цене алиэкспресс кому нужна кто пользуется туя приложением я заказал чтобы посмотреть как она работает ну и люди просили чтобы показывать иногда вот такие камеры с приложением туя это не новинка скорее всего я точно не знаю потому что просто удивился что есть еще в продаже вот такие камеры с двух мегапиксельным разрешением 1080p и 15 кадров в секунду дальше посмотрим в реальности что блок питания идет ну понятно 12 вольт 2 ампера заявлено с переходником но будет работать потому что камера буквально немного потребляет в розетку удобно стеновое крепление или в распред коробку прямо ты в распред коробке у тебя рядом 220 розетка ты туда блок питания и выход пошел на провода зашли коннектор из камеры тоже в распред коробку и там у тебя все полная коммутация элементы крепления также подходят рабочие можно использовать сама камера много таких уже видели мы с вами вот такой вот мини вариант в таких корпусах могут быть камеры различные видишь ты на странице продавца такую камеру и должен понимать что нужно прочитать они информацию какое приложение с каким приложением камера работает потому что камера такая вот а начинка разное различные приложения данная работает с приложением туя smart вот ее модель айди номер камеры на наклейке также есть да и камера вот имеет на три ночных режима то есть имеет инфракрасные светодиоды и белого свечения светодиоды все по стандарту микрофон динамик вай-фай камерам работает по вай-фай там камера также может работать по кабелю разъем питания 12 вольт вот подключаем многие спрашивают от сети автомобиля от аккумулятора автомобильного можно ли запитать камеру да можно запитать камера 12 вольтовая кнопка сброса к заводским установкам здесь под герметичной пробкой слот под карту памяти до 128 гигабайт поддерживает и также дублируется кнопка сброса заводским установкам уже раскрыл в комплекте карты нету поэтому муфта на rj45 по стандарту и инструкция поэтому свою наверное или до заказывать у продавца или свою приобретаешь и устанавливаешь карта памяти должна быть не обязательно какая-то там супер просто не скорость не меньше 10 класса скорость чтения там он указано на карте десятка стоит к плате плата видно контактами и до защелкивания так все с этим установили поставил на 32 до 128 максимальный вариант так по инструкции что здесь краткая инструкция но в общем то подключается все без всяких проблем есть у них свое приложение вот поставить или не поставить даже не знаю и дуб smart и к нему я так понимаю можно подключать камеры этого магазина но также это скорее всего одноплатформенное приложение с туя smart первое подключение камеры можешь делать на столе привязка если у тебя идет по вайфай ты к этому роутеру привязал ее по вайфай на столе рядом роутер желательно чтобы находился при первом подключении чтобы была нормальная связь по вайфай сигнал хороший потом ты ее выключаешь питание вложишь в коробку например через несколько дней достаешь привязка она запоминает она запоминает этот роутер она привязывается к автоматически к нему ты ее только включаешь в розетку и все она загружается и находит роутер если он включен и если есть сигнал от него по вайфай так здесь что есть индикация на как на блоке питания и камера пошла загружаться различные тестирования проходит яркие у нее вот эти вот прожекторы белые светодиоды линзованные маленькие это современные это не те старые а более современного образца которые надежно и нормально работают под маленькими линзами они тестовый режим поворотное устройство калибруется ставьте пока приложение туя smart желательно камеру придержать вот она и тестирует инфракрасная видно красное свечение туя smart вот оно такое вот приложение умный дом по сути это там все у меня у меня несколько работает вот на входную дверь удобно вайфай датчик вайфай гиркон он полностью вот дверь открывает чисто он по вайфай присылает тебе одно устройство присылает тебе уведомление то есть ты можешь на открытие окна поставить несколько на по дому и они у тебя отдельно ты можешь смотреть заряд его батареек и он присылает уведомление дверь открыта закрыта и также ты можешь зайти посмотреть статус что сейчас дверью открыта или закрыта очень удобно именно это и использую вайфай датчики дыма это кому интересно также ты заходишь и смотришь информацию по дыму по заряженности аккумулятора можешь протестить его отлично нормальный туя smart добавить устройство куча у них устройств и розетки есть и удлинители различные куча всего выключатели нас интересует камера замок смарт вайфай камера подтвердить индикатор или слышен звуковой сигнал вайфай роутер и пароль вайфая если ты хоть раз подключал ну запоминает приложение пароль поэтому просто подтвердить тебе останется или же из списка выбирай другой и пароль вводи доступа до вайфай показываем быстро сканирует услышал звуковой сигнал пошла привязка показывает приложение удобно туя smart камеры добавлять поиск устройств облачная регистрация выполняется инициализация смарт камера добавлена успешно можешь сразу кликнуть поменять название может нажать завершено и потом все это сделать ошибка карты памяти отформатируйте ее так вот уже картинка с камерой уже приходит уведомление в приложение туя smart то есть наравне у тебя с уведомлениями вот вот датчика двери датчика окна как я вам показывал гиркона датчиков дыма у тебя будет приходить уведомление с камеры в это приложение то есть универсальное такое приложение камера на улице вот так можно зумировать смотрите классно практически на весь экран разрешение небольшое поэтому чем ближе ты вот так зумируешь это цифровой зум возможности приложения поэтому там качество будет теряться ну вот так возможность конечно классного так даже просто взял быстро шустро приблизил это не не повороты это просто расширение картинки искусственное и перетаскивание приходят сейчас уведомления по любому поводу поэтому вот видите автомобиль проехал приходит уведомление человек когда заходил также приходило уведомление но я поздно включил камеру поэтому захожу а зачем же мне сюда когда я могу взять и функции вызвать отслеживание движения обнаружение движения это мы по идее выключаем наверное да нет все таки сразу хочу зайти чтобы убедиться что именно включен по человеку настройки обнаружение человека вот галочка стоит я уверен что включена ну а на отслеживание движения можно отсюда включить и там скорее всего будет уже включена так а за кем же шина за машиной тоже следит что ли по идее должна за людьми ну посмотрим дальше да вот красным это включенная функция отслеживание движения и обнаружение движения включена до следит за всеми движущимися объектами получается из автомобилями следит присылать уведомление тебе будет по человеку то здесь вариант такой человека ты можешь включить выключить и от этого не зависит слежение также как определение человека не зависит от слежения то есть ты можешь эти функции отдельно включать выключать по человеку когда включаешь тебе чисто по определению человека будет присылать уведомления камера ну и включать запись на карту памяти на по всем этим моментам ну а по движению она следит чисто за вот за всем видите там сопровождает машины поэтому такой вариант но тут классно что раз взял обнаружение а нет это обнаружение движения имеется ввиду тревожное вообще общее включили выключили скорее всего это и по человеку она выключает и по всему вот именно отсюда отслеживание движения выключил все камера уже дальше не будет следить поворачиваться слежение где использовать в этой камере ну в крайнем случае где-то но не оживлен не на оживленной улице по которой ездят автомобили постоянно может тебе нужно где-то на складе поставить где редко проходят люди но нужно следить за ними или проезжают какие-то там автомобили тоже редко и нужно проследить то слежение такое будет эффективно но вот на оживленной территории слежение за всем подряд но неэффективно если нет выбора то есть распознавать объект и следить за ним ну вот если поймать человека и при этом включена слежение то слежение работает вот так приходит уведомление по человеку и вернулась назад предыдущее положение откуда и продолжает он следить за конечно то что не распознает она объекта это конечно минус но и цена цена камеры недорогая поэтому так таким функционалом она и обладает хочешь дороже вариант это конечно нужно дороже выбирать и там есть распознавание и отчетливо камера знает за кем ей следить нужно зашел на карту памяти и с хорошей предзаписью сохраняются ролики то есть мужчина там еще идет еще не вышел из-за угла запись уже сохраняется предзапись работает отлично ночной режим и вот стоит водно в умном режиме по человеку переходит в цветной режим и включает белые светодиоды такая вот цветная картинка ночная картинка в цвете ну не сильно в общем то они ярко но вот рядом вполне такие могут они подсвечивать территорию тебе вот что-то ты во дворе например делаешь что камера может тебе подсвечивать то есть она по силуэту человека ты появился сработало или вот возле калитки например кто-то приходит и она переходит в цвет и улучшается различимость так сказать человека ты можешь различить кто и зафиксировать зафиксируется это все на карте памяти и потом ты можешь просмотреть в какой одежде человек приходил черты лица более различимы чем в черно-белом режиме вот такой вот вариант и вот такой вот просмотр смотрите также возможен как днем так и ночью значки вызываешь то есть вот так вот более на весь экран также ну и плюс зумирование такое также есть в онлайне и также в записи можно зумировать смотреть приближать ночные режимы здесь умный инфракрасный черный цветной полностью вот такой постоянно не только по движению он опять люди идут и она держится в свете или инфракрасный имеется в виду черно-белый режим вот в черно-белом режиме такая вот но неплохая картинка кому будет полезна эта камера ну скорее всего тем у кого есть приложение ту я и кому нужна камера с поддержкой приложения ту я этим людям будет она эта камера полезно так брать ее ну смотрите кому понравилось можно брать установить приложение ту я опять же ну и дальше собирать там что ты умный дом хочешь или же просто собирать такую небольшую систему безопасности в одном приложении вот один плюс что ну не один а также плюс что в одном приложении у тебя будут не только камеры а еще и устройство некоторые кстати кто есть и видеорегистраторы кому нужно то есть это универсальное приложение для всего можно сказать так показывал я вам воспроизвести здесь на карточку заход удаленный также из любой точки мира вот все что писалось за день то есть ты смотришь например выбрал что тебе нужно кликнул просмотр включается ты жмешь записать записывается ролик останавливаешь какой тебе нужен и он сохраняется в в галерею в галерею заходишь просматриваешь ролик и тут же ты его можешь взять и сохранить поделиться сразу же соцсети открываются все твои друзья знакомые или же поди сохранить на там выбор будет на смартфон и далее ты просто эту картинку открываешь ну хоть дневную хоть ночную и вот так здесь здесь без зумирования то есть здесь просмотра зумом нету с таким с цифровым а в галерее смартфона ты уже открыл и можешь зумировать там до бесконечности ну понятно что с потерей качества но возможно зумирование приближения именно деталей каких-то мелких записи также можно рассматривать на сегодня все камера продается в украине по цене алиэкспресс за сколько ее купил за столько вам и продаю проверил показал понравилось тебе заказывай не понравилось подписывайся на канал на телеграм подписывайся потому что в дороге еще много интересных новинок именно по видеонаблюдению и не только всем удачи на тик ток также подпишитесь ссылку оставляю там все видео анонсы еще на ю тубе обзор не вышел а там уже краткий анонс обзор краткий рассказ о камере всем удачи до следующих видео